Проблемы, с которыми люди приходят в приемную Владимира Жука, разные. Земельные вопросы, места в детские сады, лечение, благоустройство. В каждой теме здесь стараются тщательно разобраться, направить запросы в соответствующие инстанции и помочь людям. Кому-то в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами просто нужна материальная помощь. В ней Владимир Жук никогда не отказывает. Например, 80-летняя Галине Запковой не хватает денег на дорогостоящие лекарства. Почаще бы оказывали помощь, потому что малоимущих очень много. На лекарства много надо, но хотя бы маленькая-маленькая доля, как бы немножко, чтобы оттолкнуться. Лыткаринский одномандатный округ, от которого Владимир Жук и избирался в Московскую областную думу, насчитывает порядка 350 тысяч избирателей. Проводить приемы в каждом муниципалитете чаще, чем один раз в месяц, достаточно проблематично. Поэтому у депутата не всегда есть возможность самому на них присутствовать. Но компетентную помощь вправе оказывать его помощники, среди которых всегда присутствует юрист. Есть вопросы, которые относятся к компетенции федеральных органов. Для этого на приеме присутствует юрист, он разъясняет юридические значимые понятия для человека. И гражданин, уже учитывая те разъяснения юридические, уже понимает, что ему делать дальше, как поступать и куда обращаться. Вот и на этот раз одному из посетителей нужна была не депутатская, а юридическая поддержка. В 18 лет Сергей Аюпов живет без паспорта. Будучи уроженцем Узбекистана и на момент распада СССР, находившись на территории России, он отказался от узбекского гражданства. Российское же ему не дали. В 31 год он продолжает оставаться нелегалом и не перестает стучаться в двери разных инстанций. Нужно искать жизневыход и нужно попробовать все варианты, прежде чем отчаиваться. Я решил обойти всех. Молодому человеку подсказали план его дальнейших действий и посоветовали обращаться в суд. По закону ему обязаны дать паспорт. Помогать своим избирателям – это принцип работы Владимира Жука и его команды. Самое главное – правильно принять человека, чтобы человек ушел не обиженный, а довольный. Будет решен вопрос – не будет. Но в любом случае я пытаюсь убедить человека в том, что мы будем заниматься этим вопросом и обязательно постараемся ему помочь. На встречу с представителями депутата в этот раз пришло 16 человек. Все они были заранее записаны на прием. Это позволяет не терять время и пообщаться более конструктивно.